Эфир «Россия-24» продолжает вести Ульяновск. В студии Артем Петров. Здравствуйте. Вначале главные темы выпуска. Владимир Разумков провел первое заседание областного Кабмина под своим руководством. В ближайшее время со всеми с вами еще более плотно постречаюсь. Пойму, чем дышит отрасль, основные их проблемы. На что новый глава правительства призвал министров сделать упор. В Ульяновской области отметили день приемной семьи. Как чествовали тех, кто дает дом оставшимся без родительской опеки? Сколько таких семей в регионе? И зимний сезон открыли любители холодового плавания. Какой сюрприз им преподнесла погода? Владимир Разумков провел первое заседание Кабминета министров под своим руководством. Пока никаких кадровых перестановок. Лишь знакомство с работой отрасли регионального правительства. Отчеты, законопроекты, исполнение указов президента. О новом принципе работы областного Кабмина. Максим Бажанов. Работа в команде. Владимир Разумков сразу обозначил главный принцип работы Кабминета министров. Новоиспеченный председатель уверен, четкое взаимодействие между отраслями поможет добиться успеха во всех поставленных правительству задачах. В ближайшее время со всеми с вами еще более плотно постречаюсь. Пойму, чем дышат отрасли. Основные их проблемы с тем, чтобы наметить те либо пути решения, либо направления развития, в которых мы с вами должны, собственно говоря, дальше развиваться и работать. А пока слушаем отчеты о проделанной работе. Главное – исполнение бюджета за 9 месяцев текущего года. Здесь есть положительная динамика. Доход в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос до 55 миллиардов рублей. По расходам также рост на 8%. Всего потратили 59 миллиардов. Несмотря на дефицит, все социальные обязательства выполнены. Сложился дефицит в сумме 4 миллиарда 465 миллионов рублей. Комплекс, принимая меры по обеспечению сбалансированности бюджета за счет иммобилизации собственных доходов и привлечения средств и повышения эффективности бюджетных расходов, позволил профинансировать все необходимые социально значимые статьи и программные мероприятия. Одна из таких программ – помощь пожилым людям на самоизоляции. Уже целый год 670 волонтеров доставляют товары первой необходимости и лекарства прямо к дверям пенсионеров. Только за ноябрь отработано более 20 тысяч заявок. За весь период цифра перешагнула отметку в 160 тысяч. Кроме этого, наши волонтеры вместе соцработниками учат людей пользоваться такими приложениями, как Сбермаркет, Сберагиаптека, чтобы люди уже могли сами с телефонов заказывать курьеров и необходимые продукты питания и лекарства. Врачам, кстати, тоже помогают с покупкой жилья. Например, дают 150 тысяч на софинансирование первого взноса по ипотеке. Меры поддержки уже воспользовались 98 медработников области. Еще 7 человек получили по миллиону рублей по программам «Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра». Также регион предоставляет врачам бесплатные земельные участки под строительство частных домов. В настоящее время данные участки могут быть предоставлены всем городам вне зависимости от критерий нуждаемости и предоставляются в Базарно-Созганском, Барыжском, Николаевском, Новомолоклинском, Павловском, Радичевском и Старокулатковских районах Ульяновской области. Еще одна тема заседания – увековечивание памяти врачей, проявивших героизм в борьбе с пандемией и отдавших свою жизнь при исполнении служебного долга. Например, Корсунской больнице присвоено имя Владимира Феошина. Ульяновский медколледж переименовали в честь Светланы Анурьевой, в Лаишевке – одну из улиц. Назвали именем врача Александра Лощенкова. Максим Бажанов, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Внезапный поворот в так называемом фармделе. Сегодня 6-й Костационный суд общей юрисдикции отменил приговор, согласно которому экс-депутат регионального парламента, два бывших министра областного здравоохранения, а также бывший директор Ульяновск фармации и ее заместитель были признаны виновными в мошенничестве на госзакупках в особо крупном размере. Региональному бюджету был причинен ущерб на сумму более 11,5 миллионов рублей. Приговор фигурантам уголовного дела вынесли еще в конце января. Тогда Игорь Тихонов и Рашид Абдулов были приговорены к реальному лишению свободы. Павла Дегтяря, Ольгу Кузнецову и Евгения Когана осудили условно. Их адвокаты обратились в 6-й Костационный суд. Теперь уголовное дело возвращается на новое рассмотрение в Ленинский и районный суд Ульяновска. Будет заменен и состав судей. Ну и теперь к другим темам. В регионе отпраздновали день приемной семьи и дали старт тематической недели. В эти дни родители, принявшие в свою семью детей-сирот, могут получить бесплатную юридическую и психологическую помощь. Проходит и ряд праздничных мероприятий, где приемным семьям дарят памятные подарки и вручают благодарственные письма. На территории нашего региона больше двух с половиной тысяч приемных семей, в которых воспитывается почти три с половиной тысячи ребятишек. Это те детки, которые попали в семью, в приемную семью, где о них заботятся, где их любят и где для них создаются все замечательные условия. Вот эта неделя как раз посвящена тому, чтобы пропагандировать домашнее устройство детей. В восьми региональных домах сирот сегодня воспитывается 299 детей. По информации профильного ведомства, с каждым годом эта цифра сокращается. Все чаще жители Ульяновской области принимают в свои семьи детей, оставшихся без родителей. В их числе и Ольга Захарова. Она стала приемной мамой для шестерых малышей. Какая у меня была скучная жизнь до 40 лет. Когда появился Миша, потом Ириша, потом Игнаша, потом Саша с Аришей, Слава. Да это вообще так интересно жить стало. С ними уроки учишь, все вспоминаешь. Опекунам и приемным родителям ежемесячно выделяются средства на содержание ребенка, на его проезд до школы и кружков дополнительного образования. Также родители получают вознаграждение за каждого малыша, которому дали дом. Просьбы и чайные ульяновцев рассмотрел глава области. Алексей Русских провел традиционную встречу с жителями региона по личным вопросам. На повестке дня сразу несколько обращений. И каждый из них не терпит отлагательств. Елена Тимонина продолжит. На встречу с главой губернии Рафаиль Сулейманов, уроженец села Сухая Терешка Николаевского района, прибыл лично. Желание вернуться на родную землю в качестве главы КФХ заставило ульяновцев всерьез заняться изучением особенностей разведения крупного рогатого скота. Бизнес-план составил, ферма и кормовая база имеются, проблема возникла в выборе породы и покупке животных. Участие в программе «Агростартап» должно помочь решить этот вопрос. Она предусматривает получение гранта в размере от 3 до 5 миллионов рублей. Мы будем помогать и консультировать. Далее вопросы звучали уже в режиме онлайн. Первый звонок из Новоспасского. Там количество юных спортсменов растет в геометрической прогрессии. Места в раздевалках ФОКО «Олимп» катастрофически не хватает. Ведь кроме хоккеистов и фигуристов в Ледовом дворце базируются еще две спортивные секции. Занимается уже более 150 детей. Вот у меня у самого ребенка сам играет. Стал вопрос о нехватке на помещении раздевалок. Профильное министерство предложило вариант решения. Секция бокса перемещается в детско-юношескую спортивную школу, которая находится на улице Мира, 25. Там за счет партнеров сейчас сделан косметический ремонт, закуплено оборудование. Оборудовать освободившееся пространство в Ледовом руководство ФОКО планирует в ближайшее время. Отчеты о результатах от главы Минспорта Алексей Русских ждет до 25 декабря. Звонок из Старомайнского района. Надежда на решение вопроса о комфорте пассажиров. Остановочный пункт на автовокзале в рабочем поселке Старая Майна не функционирует. В ожидании транспорта пассажиры мерзнут на улице. Не хватает остановок и в самом муниципалитете. Решить этот вопрос губернатор поручил ответственным лицам за три недели. Доложить мне в срок до 20 декабря об установке пяти остановочных павильонов. И до 1 апреля жду доклада по пункту ожидания. Также на личном приеме были положительно решены вопросы, касающиеся адресной помощи и работ по ремонту учреждения. Елена Тимонина, Вести, Ульяновск. К пьяному не место за рулем. Бой водителям под градусом и массовые проверки организовали дорожные инспекторы. За три дня профилактической акции задержаны 33 нетрезвых водителя. Пять из них сели за руль пьяными повторно. Алкоголь и вождение несовместимы. Многочисленные эффекты, которые вызывают влияние алкоголя на организм, делают вождение и безопасную эксплуатацию автомобиля невозможным. По этой причине пребывание за рулем в состоянии даже легкого алкогольного обвинения запрещено. Дорожные полицейские напоминают всем водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В противном случае вы рискуете лишиться права управления сроком от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей. Повторные нарушения, а также отказ от прохождения метасвидетельствования на состояние опьянения являются уголовным преступлением. Госавтоинспекция региона призывает граждан оказывать всяческое содействие в недопущении нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщив об имеющихся фактах по специально выделенной телефонной линии 8 84 22 736 736 или по телефонам дежурных частей ГИБДД 8 84 22 73 55 77 Кроме того, сообщение можно передать по телефону Единой системы экстренных служб 112. Сотрудники госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на информацию о водителях в состоянии опьянения. Ульяновские моржи открыли зимний сезон. Перед первым погружением в прорубь – разминкой обливания холодной водой. Так получается разогреть организм и подготовить его к купанию. Одним из первых в воду зашел Юрий Сапожников, которому всего несколько дней назад исполнилось 80. Мы плаваем круглый год, честно говоря. Ну а сегодня лед настоящий, поэтому открыли зимний сезон. Так вот символично, что первый день сияга замерзла. Вчера буквально плавали в открытой воде, а сегодня уже ледок такой образовался на сияге. Сегодня ульяновский клуб моржей насчитывает несколько десятков человек, и с каждым годом их становится больше. Костяк клуба составляют любители, но есть и те, кто в зимнем плавании уже десятилетия. За это время, за эти 10 зим я наплавала более 170 километров марафонского плавания, именно марафонского, в ледяной и в холодной воде. В день открытия зимнего сезона клуб моржей пополнился новичками. Традиционно именно они первыми заходят в воду. Срок уплаты имущественных налогов для граждан не позднее 1 декабря. Каким образом это можно сделать и в каком формате приходят уведомления об уплате налогов? Об этом сегодня в программе «Тема дня». Смотрите актуальное интервью сразу после нашего выпуска «Вести». «Вести Ульяновск» продолжает следить за главными событиями в регионе. Оставайтесь с нами. До встречи на канале «Россия». В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью по области – минус 1, минус 6. В Ульяновске от 2 до 4 градусов ниже нуля. Продолжение следует...